В Чебоксарах в храме новомучеников и исповедников российских на пресс-конференции подвели итоги проекта Фонда президентских грантов и православной инициативы за 2019 год. В начале года при храме открылась необычная ликотека. Дети с особенностями развития могли здесь не только поиграть, но и получить консультации специалистов. Дефектолог, психолог, логопед принимали ребят совершенно бесплатно. ТАС-бригады специалистов, которые оказывали психологопедагогическое сопровождение, смогли сделать многое. В первую очередь вложить в сердца родителей надежду, что дети будут развиваться, что дети будут счастливы, что дети реализуют какие-то свои таланты, которые есть у каждого ребенка. Всего за период работы проекта с февраля по ноябрь этого года помощь получили более 74 семей. Что немаловажно, здесь принимали ребятишек, которые по состоянию здоровья не могут посещать детский сад. К сожалению, срок грантовой поддержки истекает в ноябре, а нуждающихся в такой помощи меньше не становится. Очень жалко, конечно. Хотелось бы, чтобы проект не закрывался и продолжался, потому что это детям очень помогает и в развитии, и в общении. Оплачивать работу специалистов из собственных средств храм новомучеников и исповедников российских не сможет. Не под силу это и многим семьям, чьи дети посещали лекотеку и занятия. Организаторы проекта ждут помощи от всех неравнодушных горожан и бизнес-сообщества. Пока же лекотека со всем оборудованием будет работать как инклюзивный центр, в котором волонтеры будут заниматься с детьми, помогая им адаптироваться. Но консультаций дефектолога, психолога и логопеда здесь уже не будет. Богдана Дойникова, Валерий Рязюков, Республика.